Ой, искрится. Ну вот такая вот, все вокруг, везде горит. А вот уже дома пошли первые. В центре российского Калининграда, а на самом деле Кёнигсберга, произошел пожар в многоэтажке. Ему присвоили высший уровень сложности. Там около 11 утра произошел пожар. По данным властей, в здании загорелся технический этаж. Но жители утверждают, что это пентхаус. Пожару был присвоен высший уровень сложности. На месте ЧП работало 85 сотрудников МЧС, 16 единиц техники. Из дома был эвакуирован 21 человек. Спасены пятеро, застрявших в лифте, в том числе двое детей. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. В МЧС сообщили, что огонь охватил 200 квадратных метров. По словам жильцов, с которыми пообщался корреспондент, сообщения о пожаре в доме не было, сигнализация не сработала. И вот в одном из ПГТ временно оккупированного, так называемого ЛНР, из-за пожара сухой травы уже погибло два человека. Пожар бушует на площади 300 гектаров. Горят жилые дома. Возгорание сухой травы оставило после себя просто выжженное поле, уничтожив 41 жилой дом и 86 построек. Спасателям ЧСРФ эвакуировали 36 жителей. По словам очевидцев, никто тушить пожар даже и не спешил. Вот такая сейчас атмосфера в поселке. Просто повсюду выжженная земля. Где-то еще догорают дома. Вот к чему призводит безлаберное управление путинского режима. Да, ну, видишь, куда повезло. Дом высокий, дерево сниже нету, а до верха не достало. Ты выпиливай во дворе себе все деревья. Да, так я и хочу, чтобы у меня и трава даже не расслабляет. Вон что-то вообще горит. Да, понятно, что дом. Просто уже вокруг все горило. А вот так, наверное, давай. Надо поедать быстрее, шифр трескается, не разлетается. Кучи, девочки. Вот такая вот. Ну, вот такая вот. Все вокруг везде горит. А вот уже дома пошли первые. Куча-куча-куча-куча-куча. А тем временем белгородский губернатор Гладков в первый учебный день решил рассказать школьникам, что нужно делать в случае обстрела кассетными снарядами. Самое главное, что это занятия. Каждый день просьба по занятиям, которые касаются безопасности. Поведение, например, приема, оказание первой медицинской помощи и другим. Пути эвакуации, потому что, к сожалению, у нас сейчас достаточно сложно встаются ситуации. И нужно беречь себя, быть внимательным. В первую очередь, даже на улице. Потому что в помещениях самое главное, вы знаете, в самом деле не иду. А нужно, если вдруг происходит... Мы с вами уже знаем, что такое консерты, какой приказ. То есть мысл уже бежать нет. Те, кто бегут, они погибают. То есть если стоите на месте, то прям ложимся на полосы. И ждем окончания. А что делать, когда при власти уже более 20 лет диктатор, который и развязывает войны, убивает у людей, почему-то Гладков не рассказал. Хотя именно это корень зла, из-за которого белгородским детям в том числе приходится знать, как себя вести во время обстрелов. Вот, кстати, один из них. Сразу после того, как путинские оккупанты выпускают партию снарядов по украинским городам, они таким образом подставляют под ответный удар собственный народ, сбивая над их головами летящие в законные военные цели снаряды. Субтитры создавал DimaTorzok А вот некто Ганчев заявляет, что сейчас Курская АЭС очень уязвима. С чего бы это? Какими видами вооружения может быть приведена атака? Ну, здесь, наверное, больше вопрос, конечно, к военным нашим. Они более, так скажем, специалисты в этом направлении. Я могу только предполагать, что это будут какие-то дальнебойные системы РСЗО, возможно, авиационные ракеты, которые поставляются Западом сейчас вооруженным формированием Украины. Но если так и будет, так скажем, напряженная такая обстановка, вот, например, как сейчас на территории Пурской области, сохраняться, то, в принципе, до атомной электростанции достают любое практически вооружение уже на сегодняшний день. Тем временем, на Камчатке в России обнаружили обломки вертолета Ми-8. Все находившиеся на борту погибли. Российские СМИ заявляют, что обломки вертолета лежат на сопке на высоте 900 метров. По предварительным данным, вертолет мог врезаться в возвышенность в густом тумане. Россияне заявили, что уже обнаружили 17 тел погибших. Известно, что на борту вертолета находился финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин, а также его жена. Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь Аэрос» совершал перелет с площадки в районе озера Большой Кар на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находились 22 человека, 19 пассажиров и 3 члена экипажа. Для поисков пешим порядком привлекались спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России. Напомню, 31 августа стало известно, что на Камчатке в России пропал вертолет Ми-8. Он принадлежал авиакомпании «Витязь Аэро». Вертолет после взлета исчез с радаров. Россияне сразу начали поисковую операцию, а результат вы уже ее знаете. На этом все. Обязательно ставьте ваш комментарий. Для меня это очень важно. И до следующего выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...